Добрый день! Сегодня мы будем готовить халву, азербайджанскую халву, с тульжутом, с умаджем. Умадж это... Вы увидите, как я его делаю. Не буду я много говорить. Халву готовят много стран. В основном арабские страны, туркоязычные страны. Мусульмане в основном готовят халву. Она к нам пришла для того, чтобы прийти к нам. Ей пришлось пережить много веков. Ну что, вот рецепт. Я буду готовить его из килограмма муки. А вы, наверное, будете готовить из малого количества. И я вам оставляю два рецепта. Один на килограмм муки, другой на 250 грамм муки. Все рассчитано. Нам понадобится корица, шафран, масло сливочное, сахар и мука. Естественно, кинжут и вода. Все. Мы можем начинать нашу работу. Единственное что, не забывайте, что это высококалорийная пища. Лучше ее приготовьте меньше. Попробуйте. Понравится вам? Когда-нибудь приготовьте еще. Ну что ж. Вы видите готовую халву. Вот посерединочке там корица. Во время приготовления корицу не добавляем. Только для украшения. Это кинжут. Семечки. Можете заменить их подсолнухом. Можете заменить кабачковыми семечками. Можете заменить орехами. В кастрюле заранее приготовленный шербет. Вы его должны приготовить на пару часов раньше, чем вы начнете делать тесто. Чтобы оно у вас остыло. Шербет должен быть холодный. И вы видите, какой оно густоты. Оно не как мед. Но и не как вода. Вернее, не как сироп. Шербет есть шербет. В него добавляется рыльца шафрана. И не надо после того, как вы приготовили, его процеживать. Благодаря вот этим рыльцам вы можете оставить в вашу халву в холодильнике месяц-полтора. С ней ничего не станет. Шафран это антисептик. А сахар это консервант. Поэтому ничего не станет с вашей халвой. Он не будет горчить. Он не будет повесневеть. Если вы его приготовите правильно. Ну вот, вы увидели, какой шербет. Теперь мы можем начинать готовить тесто. Для этого я беру килограмм муки. А вы возьмете сколько вам захочется. Можете взять килограмм, полкилограмма или 250 грамм. На 250 грамм я вам рассчитала. А полкилограмма это будет в два раза больше. Отмеряем муку. Муку просеивать не надо. Добавляем воду. Воду мы будем добавлять. Вы можете взять бутылочку. На ней сделать крышку. С дырочкой. И капать оттуда. Я же буду насыпать рукой капать этой водичкой. Потому что я заранее бутылку не приготовила. Обязательно ложим соль. Без соли никак. Даже есть такая притча. Ребенок подходит... Не ребенок, а невеста подходит к матери. И спрашивает. Мама, я буду готовить халву, а соль нужна. Это же сладкое блюдо. Зачем туда добавлять соль? Мать говорит. Доченька, если ты не посолишь, Бог, то есть Аллах, не даст свое согласие. Не благословит тебя к этому делу. По-азербайджански это звучит так. Халал-эк-нес. Ты должна получить благословение, а потом готовить это блюдо. То есть, вот это блюдо, оно прожило столько веков. И эти слова всегда ходят рядом с этим блюдом. Вот, видите, я посыпаю водой. Поливаю, вернее, водой. И перемешиваю. Это делается для того, чтобы мы потом могли его, как бы, муку с водой вместе растереть. Благодаря этому мы получаем вот такую массу. Вернее, там будут крупинки, как манка, и крупинки размером, как пшеница, гречка. Вот такого размера они будут. Фракции наши будут разделяться. Мы их просеем и будем жарить. Вот это всё у нас займёт на килограмм муки. Да, и если даже это будет 250 грамм муки, у вас уйдёт целый час. Пока вы это всё сделаете, потом вы его прожарите, просушите. Но самое главное, вот правильно сделать вот эту стадию. Протираем между двумя ладонями и оно становится всё мельче и мельче. Не перелейте воды. Постепенно добавляйте. Может, в рецепции даже останется вода. Она вам уже не пригодится. Вот пока вы получите вот такую массу. Потом нам надо это всё просеять. Просеем через сито и отделим муку и то, что мы получили у мачи. Кстати, таким же способом можно приготовить мачи для супа. только вместо воды мы добавляем яйцо. Одно яйцо и одну столовую ложку воды смешиваем, добавляем муку, делаем вот такую мачи. Получается очень вкусный суп. Видимо, раньше не было макарон. Ну, не видимо, а так оно и есть. Если это всё идёт, прошло столько веков, в то время макаронов в вермишеле не было. И готовили вот в такой форме. У нас есть такие блюда, которые готовятся, называется хашил, и вот суп сумадим. Я прожила столько лет, и я слышала только про эти два. И раньше никогда, честно говоря, сама мач делала только для халуи. А готовить вот эти блюда, о которых я вам говорю, мне и приходилось. Когда работаешь, на это время не имею. А теперь я на пенсии. Я постепенно-постепенно готовлю те блюда, которые мне не хватало времени. Но я видела, как готовили другие соседи, мама. Я урезала видео, поэтому, как видите, все, весь час показывает смыслы. Вы увидите только те места, которые вам будут интересны. вот в таком виде у нас получается наш мальч. Я показываю вам, какого размера. Чем больше вы перетираете, тем мельче оно будет. А вот эта мука, которая получилась у нас после того, как мы его просеяли. Ну, что ж, идем. Дальше. Берем сковородку и выкладываем туда нашу мачку. Нам надо его хорошенечко просушить. если у вас есть время, если вы устали, можете его высохнуть на полотенце, оставить до завтрашнего дня или даже на целую неделю. Оно может высохнуть на полотенце. Если у вас нет времени, вы хотите получить свою халлу прямо сегодня и сейчас, вы идете к газовой плите, ставите его на огонь и перемешивайте. Обсушивайте до тех пор, пока не останется влаги. Нельзя ставить на огонь, оставлять и уходить. Ни в коем случае у вас все подгорит. Поэтому надо стоять и мешать до тех пор, пока полностью все это высохнет. времени много не займет, но если вы оставите, ваш труд пропадет даром, все сгорит. Мешаем аккуратненько. Сперва у вас появятся, вот видите, такие камки большие, вернее крупные, потому что испарение идет и они вот прилипают. Поэтому постоянно мешаете и все высыхает и разваливается. Я взяла две ложки, чтобы не высохнуть. Вы видите, как выходит пар. Это вода, которую мы пилили туда. Через десять минут все высохнет. Все высохнет. Теперь мы будем это все жарить. Жарить мы будем с добавлением масла. Масло может быть топленое или живое вы можете прямо положить куском. Раньше все это делалось на топленом масле. Но сейчас в маслах нет столько сыворотки, как было раньше. Поэтому я ложу куском и постепенно оно прогревается и прожаривается все вместе. И хочу вам сказать еще одно. Можно не заморачиваться, не делать никакого мачек, а сделать это все просто с мукой. Но есть одно но. Одно но в том, что это совсем другой вкус. А другое но то, что вам понадобится больше масла. На килограмм муки килограмм масла. А тут вы экономите на килограмм муки 600 грамм масла. На всю прожарку у вас уйдет время 20 минут если средний огонь. Если сильный огонь, то вообще 15 минут. За 15 минут вы пожарите все. Вот смотрите. Сейчас вы видите, когда я переворачиваю ложку, сверху появляются белые зернышки. Это уже мы приближаемся к концу. вот видите уже краснеют как только золотистая появляется мы должны добавить сюда вот видите ни в коем случае не оставляйте без присмотра потому что сгорит моментально даже вот вы мешает вы видите я мешаю и там появляется сразу поджаристая добавляем муку которая у нас осталась мы ее просеивали если вы помните ни в коем случае не забудьте про эту муку если вы ее где-то оставить она захлестнеет у вас выкидывать ее тоже не надо вот добавляете вот сюда мы добавляем ее позже потому что она мелкая и если добавить все вместе она сгорит теперь мы еще 5-7 минут будем жарить с этой мукой вместе пока полностью все прожарится вы это почувствуете сразу появится очень вкусный аромат приятный вкусный аромат вы будете чувствовать что она уже готова и на глаз она будет такой немножечко желтоватая мука жарится быстрее чем у матч теперь мы отодвинем опять же серединочку и насыпаем туда наш кимджут или семечки если они у вас были если они у вас семечки или тыквенные семечки или орехи или фундук это зависит только от вас с чем захотите а можете вообще не добавлять теперь чтобы не пережарить орешки или же как видите сейчас я положила кимджут мы добавляем туда масло как только масло растает исчезнет исчезнет с виду значит уже готово можете снимать сейчас все горячее все шипит я специально следующий кусочек поставила со звуком чтобы вы слышали как все это будет шипеть так сюда будем добавлять шарбет и оно тоже будет шурчать шипеть я хочу чтобы все вы это слышали ложкой я буду делать ямочки и вы будете слышать хруст и пожалуйста когда вы будете готовить тоже обязательно доведите до такого состояния чтобы оно было хрустящее потому что заливая шарбет вы получите халву а не кашу если она будет не прожаренная она получит теперь каши не вкусную все слышите как шипит я буду молчать будьте осторожны сами и старайтесь чтобы ровку рядом не было дотилы потому что это очень горячее слышите хруст слышите хруст это очень горячее и На мгновение я забыла, что я записываю, и у меня прозвучало, как бы молитва. Всё, я выливаю всё остальное. Уже ничего не шипит, так как у наших ребят был холодный. Постепенно впитывается шербер, и оно становится глющим. Минут через 30 оно будет полностью готово. Оставляем пока оно остынет. И вот, если вы обращаете внимание, оно уже стало чуть глюще, но прошло всего 5 минут. За 5 минут оно не могло ещё загустеть. Оно должно полностью остыть. Было очень горячее. Поэтому нужно полчаса. Через полчаса мы его выложим в тарелку. Ложечкой сверху делаем узорчики, какие вам нравятся. И посередине поставим корицу. Приятного вам аппетита! Готовьте, будьте здоровы! Дай Бог вам всем здоровья! Будьте счастливы! До свидания!